теперь значит доброе письмо что доброе утро Олег Константинович смотрел несколько лет назад репортаж об одном садоводе очень врезалась в память так как он был большой противник перекопки садом поддерживал метод выращивания дернового слоя на своем участке очень мне понравилась его теория единственное он мульчировал деревья и кустарники скушенные травой ребята фильм учебный слушай внимательно мульчировал деревья скушенной травой делал приставленный круг из мульчи не касаясь ствола не касаясь ствола важнейший момент не касаясь важнейший момент эффект был достойный я после этой передачи тоже стал мульчировать результат заметен теперь понимаю что ошибка и его и моя в том что деревья не посажены на бугры теперь возникает вопрос нужно ли мульчировать перестольный круг ну я чем он написал отвечу на вебинаре полностью отвечать не смогу про мульчирование когда вот молодец умница не касаясь ствола а там где касается фотографии ваших караул у меня дивнутый абрикос и обязательно это вот это мульчирование причем бездумно задолбили миллионы людей и она уничтожает деревья мульчирование как-то не обидно мульчирование прекраснейший метод но если с ума а без ума миллионы деревьев гибнут а люди не знают почему присылают фотографии у меня замерзло это разгреби мульчу то там все у тебя сгнило абрикосы те головы большинство под мульча гибнет почти сразу теперь смотрим дальше это я уже рассказывал фотографии где мульча и мертвые абрикосы я вам показывал но на всякий случай покажу то что войдет в учебники вот это еще раз вот три дерева в мае караул константинович мои абрикосы гибнут за той моей железовки я подошел первому вот она заметила что он гибнет причем на нем листьев не было все а плоды вот они я разгреб она оказывается тут яблоки гнева я почему намучить грешу он написал допустим деревья не посадили бугры он считает что это была его ошибка и автора того его не посадали но даже на ровном месте закрытая травой она все будет всегда держала сырую поливала одно дерево убито а дальше еще страшней второе дерево она не смотрит на этих самых это было лет 12-15 назад помните я говорил то самые времена когда люди не знали обрезки люди не знали обрезки и лишь только начинали калечить деревья вот тогда таких было много деревьев но они этого на следующий год было мертво и это было мертво почему видите замульчировано здесь тоже сгнило но только поменьше чем вот это это к вопросу о мальчирование очень дело но теперь как правильного вопрос задания должен ответить еще раз та же самая фотография нам надеюсь попадет учебники тоже вот так делать получил семья железового видите вот причем видео написал нельзя только перегной есть перегной можно все что попадает компостную яму все это можно ну после хорошо даже опилки на пинке даже очень хорошо перегнить почему в опилке стрессная опасность никто нигде никогда не пишет опилки перегнившие некоторые пишут свежими подавайте у нас по крайней мере в сибири большинство опилок хвойные вот калечат эту самую почву отравляют только так вот на сам принцип возник перед вами теперь наверное и это еще не все сейчас что-то у меня в голове вертится я еще там еще какой-то момент хотел 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 ладно и последний день живем все равно все равно все равно а как спасать значит смотрите вот 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 это другой человек задал он посмотрел такой же вебинар ну допустим было врач посмотрят старый вебинар даже сейчас и говорит а что теперь делать можно ли спасти таких случаях ребята причем мне присылают фотографии а там вот это называется уже назовем это 90 процентное уничтожение слоя камбия короче огромная часть камбия уничтожена чтобы я делал ну соответственно разгреб нам все на будущее полива прекратил я вынужден отвечать я же говорю как судили вебинар я не могу каждому ответить помните меня куда послал этот самый товарищ который на 3 дней ответил на какие буквы и вот здесь получается так разгрел все просушено если это место даже ровная или а вдруг она чуть больше а вот там чуть ниже короче на будущее дождей поливать вообще нельзя будущее дожди должны отсюда вытекать через канавку самой нижней месте прорыть канавку вот так вот вот так вот если видно например сюда а может быть низкое место тут сюда и еще не все прикинули на глазок а 99 процентов уничтожено но на какой то сейчас все высохнет а обладает какой-то восстановительной способностью и что мы должны делать правильно отрезать 99 процентов кроны берете пилу и вот утрежьте и не плачьте а просто решите плакать даже раньше когда вы не сажали корневую шейку и основание штампа вот и вот тут вот если чудо свершится начнет зарастать начнет каким-то образом сама себя спасать то здесь вот может быть или даже вот отсюда могут снова пойти победе прям с голого места по теперь я точно ответил на вопрос ну что хороший был сад вот таких вот вы думаете она сама придумала больше она и слова такого года врач не знал или тремя годами врач учились понемногу вот это вот и есть мульчирование так то есть я за это не готова вы сами-то не поливаю то есть и поливать или я у меня сад экстремальный выдержит у меня у вас более-менее ухожены тем более выдержит